Захват Мариуполя и наступление на Изюм. Основные усилия оккупанта сосредотачиваются именно на этих направлениях, передаёт Генштаб ФСУ. На Слобожанщине враг частично блокируют Харьков. Чтобы скрыть передвижение оккупационных подразделений, осуществляется радиоэлектронное подавление сетей сотовой связи. Кроме того, россияне начали обстреливать Харьков спускающимися на парашютах снарядами, сообщил городской голова Игорь Терехов. Местные видели их во время обстрела 8 и 9 апреля. Тогда было повреждено десяток частных домов, а на месте другого взрыва в жилом массиве образовалась пятиметровая воронка. По данным МЧС, с квартир было спасено 7 человек. Ещё 8 эвакуировано. Точное количество жертв неизвестно до сих пор. Два последних дня наряду с минами, снарядами, градами Харьков сталкиваются с бомбардировкой новыми видами бомб. Российский агрессор спускает их на парашютах. Прошу вас, ни в коем случае не приближаться к таким парашютам. По словам городского головы, с понедельника Харьков увеличивает раздачу гуманитарной помощи, продуктов и предметов первой необходимости. Все коммунальные службы работают круглосуточно. На южном направлении российские захватчики пытаются посеять панику среди местного населения, нанося ракетные удары по Николаевской области. «Семь ракетных ударов по Николаевской области. К счастью, пострадавших нет. Под многочисленными вражескими обстрелами наши войска удерживают освобождённые территории. Корабельные группировки противников Черноморской оперативной зоне продолжают оказывать психологическое давление, атакуя побережье и мирное население ракетами». Вчера ракетный удар нанесён по Черноморску. Пострадавших, по предварительным данным, нет. Этой ночью враг ударил по Харькову. Повреждён частный дом. Были слышны взрывы в Днепре и Павлограде. Количество жертв и степень повреждений пока уточняются. Юлия Грановская из Ивана Франковска. Специально для информационного марафона. Фридом. Телеканала Юэй.